Замечательно. Добрый вечер. Мы опять же с вами с молитвой продолжаем нашу тему Талмуда. Напоминаю, что наша цель не разобрать споры мудрецов, а как бы вырывая отдельные отрывки, постараться понять суть вещей. И мы начали с вами с закона. Я чувствую у Евы, что включен микрофон. Если Натан поможет нам его отключить или если Ева услышит, то вы... О, отлично, спасибо большое. И мы с вами занялись законом чтения Шма Исраэля, отрывка из Торы. И казалось бы, что все просто, но я думаю, что мы уже почувствовали с вами, что есть много моментов, которые стоит разобрать. Напомню, что мы начали с вами с первой Мишны в трактате Брахот. Мишна – короткие высказни мудрецов, собранные и подобранные вместе. И вот оно гласит, с какого времени читают Шма вечером. Голосит первая Мишна. Со времени, когда Каэн вступают в свои дома, чтобы съесть Труму. Ну, вторую часть мы разбирали. А вот вопрос, с какого времени читают Шма вечером, мы с вами обратили внимание на особенность Талмуда, что он не объясняет нам суть вещей. Он даже не объясняет, откуда вытекает этот закон, установлен ли он Тор и установлен ли он мудрецами. Он сразу занимается частным аспектом, относящимся к этому закону. Когда, с какого времени читают Шма. И первая же посылка, которая была в Талмуде, напоминаю, что сам в посе Мишны приходит Гемара, подробное обсуждение Мишны. И Гемара первый вопрос, который задала, это где стоит Тана, где стоит учитель, то есть он откуда-то пришел, такое ощущение, что был в другом месте пришел. Откуда он пришел? Он пришел из Писания. Вот в Писании или в школе, где занимается Писанием, там подробно разобрали, что такое Шма, где оно записано и так далее. А мы как бы с вами попали в высшую школу, где сразу задается вопрос, разбирается частный вопрос без общего и без проникновения в смысл. Это особенность Талмуда, напоминаю. Теперь, может быть, прежде чем... Теперь давайте с вами откроем перевод на русский. «Слушай, Израиль», напомню также, что мы с вами разобрали целый ряд моментов, что такое «слушай, Израиль», кому обращение, кто обращается. Предлагаю самый простой смысл понимания, что мы читаем с вами отрывок из Торы, из книги «Дворим». Единственный отрывок, где напрямую говорится о единстве Всевышнего. Естественно, единство Всевышнего сам естественным образом становится для нас принципом веры. И единство Всевышнего провозглашается как основной принцип веры. Это и естественно, где его взять. Как бы вот он в Торе есть. И здесь Маше обращается к народу Израиля. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один». Это самое простое понимание, просто после всех тех кругов, которые мы с вами проделали. Теперь в плане перевода на русский язык, что, по всей видимости, также немаловажно, потому что, наверное, многие захотят читать по-русски. Здесь есть такая странность, укоренившаяся в русских переводах, которая, мне кажется, совершенно просто укоренившейся ошибкой. Мы говорим, как мы говорим? «Гошем Элокейну». Мы на русский язык переводим «Господь Бог». И это, мне кажется, неправильно, потому что Господь, Он больше отражает слово «элоким». И «элоким» – судья, такой как бы царь, стоящий над миром, сверхсилой, если так можно сказать, ну, несколько условно. И вот это слово «Господь», «Господин», оно гораздо больше отражает больше «элоким». А вот Бог, происхождение его не очень ясно, но уж если на то пошло, то его бы надо было сопоставить с четырехбуквенным именем. Человек был буквенным именем, которое непонятно, которое указывает на меру милости, часто, по крайней мере, указывает на меру милости. Поэтому я бы сделал так, я бы Бог, да, Ашем Элокейну, да, Бог, Господь наш, да, я бы сказал, вот, Господь наш, Бог, Бог один. Да, вот, здесь, здесь как бы можно со мной не согласиться, пожалуйста, но мне кажется, это довольно важным моментом, вот, в плане такого перевода. Вот, потом нам говорят, что шепотом надо сказать благословенное имя славы царства его во веки веков, а барух шем квод маху то на еврите, это, мы еще не говорили о том, установленный шма из Торы, законом Торы или мудрецами, но эта строчка точно установлена мудрецами, в чем ее смысл, мы постараемся поговорить также через Талмуд. Вот, и дальше, опять же, по нашему прошлому уроку, как некоторые повторения, да, вот, опять же, соотнесемся с переводом, полюби, я не буду тут каждый раз переставлять, я думаю, что вы мою идею поняли, да, Бога, Господа твоего, да, сказано люби в переводе, я бы сказал полюби, да, авто полюби, да, вот, всем сердцем твоим, мы говорили, что Талмуд соотносится всем сердцем твоим, а слово ливав с двумя бет, это и хорошим, и даже плохим желанием, да, как бы все устремить, все свои помыслы просто устремить ко Всевышнему, самое простое, как бы, пояснение, что значит плохим желанием, просто все помыслы устремить ко Всевышнему, тогда и плохих желаний-то, собственно, не будет, да, и всей душой твоей, да, на 61-м листе трактата Брахо Акива говорит, что если даже забирают твою душу, да, это называется всей душой твоей, да, и всем существом твоим очень хороший перевод, да, на мой взгляд, потому что, да, Меодеха, Меодеха, это вот, Меодеха, это те же буквы, что и слово Адам, немножко переставить, да, Меодеха не совсем понятно, что, но как бы на перевод в этом плане не совсем понятен, слово не совсем понятное на иврите, да, но то, что буквы Адам входят в это слово, оно позволяет нам сказать, это вот как бы весь человек, все существо, все существо человека, или, если быть более конкретным, сказать, попытаться, попытаться или, скажем, постараться быть подобным Всевышнему. Человек – это подобие Всевышнему, и вся его сущность в том, что он подобен Всевышнему, постараться быть подобным Всевышнему или в данном случае попытаться представить себя или захотеть быть подобием Всевышнему, полюбить всем существом своим, постараться быть подобным Всевышнему и тем самым приблизиться к нему, прикрепиться к нему. вот и будут эти слова которые заповедовал тебе сегодня на сердце твоем на на я подчеркну потому что здесь переводе сначала было в сердце твоем и для иврита это не совсем правильно потому что алива алива веха или алива вха на сердце твоем у всего должно быть конкретное понимание мы должны понимать что мы говорим на сердце это значит как бы положить на сердце обратить внимание в сердце на иврите не совсем понятно что такое алива веха вот как мы говорим у нас есть еще молитва такая алинури шабех баа шибота баа шибота алива веха и верни в сердце твое по-русски на сердце твое то есть обрати на это внимание думай об этом поэтому в сердце я переправил на на сердце и и повторяю с нам ян твоим произноси их сидя в доме твоем когда ты идешь по дороге тоже я здесь немножко поправил перевод когда ты идешь по дороге влажать и вставая я бы сказал когда ты ложишься и ты встаешь будешь более близко к ивриту большего беха увеку меха для нас для нашего нашего дальнейшего урока рассуждения это довольно важно вот вспомнив то о чем мы говорили на и соотнеся с несколько с переводом на русский но мы с вами попробуем сделать несколько шагов несколько шагов дальше давайте посмотрим на может быть несколько забегая вперед а может просто несколько пытаясь упорядочить то что мы сказали посмотрим рамбама да как рамбам обобщает закон чтения шма да он говорит так шма читают дважды в день вечером и утром как сказано ложась и вставая а ну вот здесь такой перевод устоявшийся на русский ложась и вставая трудно в каждом месте поправлять да вот опять же напоминаю когда ты ложишься и когда ты встаешь на мой взгляд более точно это значит в то время когда люди обычно ложатся спать ночью и когда обычно встают днем то есть в то время когда люди ложатся спать ночью и когда они встают днем ни один человек а люди это время когда можно исполнить чтение шма утром и можно исполнить чтение шма вечером Что читают, спрашивают Рамбамы, отвечают. Отвечают отрывок Шма, дают, где он находится, в Торе, откуда и докуда читают. Второй отрывок, если в первом отрывке говорится о Всевышнем, об отношении ко Всевышнему, то во втором отрывке говорится об обязанностях исполнять заповеди. И отрывок, который называется «Вайомы», рассказал Маше, в третьем отрывке говорится об заповеди Цицит и об исходе из Египта. Это три отрывка, которые установлены как чтение Шма. Первый из них, можно сказать, что вторые два дополнительные. Если человек прочитал первый отрывок, он уже исполнил заповедь чтения Шма утром или вечером. Хотя понятно, что все читают все три отрывка, и никто не ищет облегчения коротких путей. Отрывок Шма читают первым, потому что в нем упоминается единство Творца, заповедь любить его и изучать его Тору. Поскольку единство Творца – фундаментальный принцип, от которого зависит все. То, что мы сказали с вами. Затем Вайи и Шамоа предписывает исполнение всех заповедей. И после этого отрывок Цицит, который также повелевает помнить все заповеди и является напоминанием о выходе из Египта. Хотя незаповедно Цицит носит ночью, мы читаем Шма, параграф от Цицит и ночью, потому что в нем упоминается выход из Египта. Ведь запоминально помнить об исходе из Египта днем и ночью. И вот как сказано, что помнить о дне выхода из Египта все дни жизни твоей, чтение этих отрывков по порядку называется чтением Шма. Мы, скажем, некоторые особенности подчеркнули, что первый отрывок является исполнением заповеди Шма. Обязательным два вторых отрывка дополнительными. Однако у третьего отрывка есть своя особенность. Там кроме заповеди Цицит говорится о выходе из Египта. И у нас есть отдельная заповедь помнить о выходе из Египта днем и ночью. И вот, читая этот отрывок, мы как бы с заповедью Шма соединяем эту обязанность, исполнение этой обязанности, помните о выходе из Египта днем и ночью. Вот, почему принято так читать, спрашивает Рамбам. И он ссылается на ту Агаду, о которой мы говорили, что Яаков волновался и перед смертью он спросил у своих сыновей, все ли они верят в единого Бога и все ли они понимают это одинаково. Да, вот, не буду повторять о году, надеюсь, что мы ее помним с вами. Вот, а потом Машир Абейн обратился к еврейскому народу. Опять же, для простоты дела и понимания простого смысла предлагаю считать, что мы читаем единственный отрывок из Торы, в котором упоминается единство Всевышнего. Да, Рамбам добавляет или продолжает, какое время чтение Шма ночью, заповедь от выхода звезд до полуночи. Если нарушил и не успел прочесть, не прочел, не успел, но прочел до рассвета, выполнил заповедь. И сказали мудрецы до полуночи, только чтобы отдалить человека от греха, здесь не греха, а просто чтобы он не пропустил исполнение этой заповеди. Надеюсь, что нам такое, скажем, краткое описание закона у Рамбама поможет упорядочить наши темы. А вот дальше я хотел бы с вами, как бы моя цель прийти с вами к, или давайте сделаем так, чтобы нам не все время погружаться в формальности, давайте немножко соприкоснемся с Талмудом, с его неформальной стороной, а дальше продолжим наши формальные законы. И вот, если мы на секунду вернемся к нашей первой Мишне, то здесь говорится так, что с какого времени читаешь Шма вечером, со времени, когда Каэны входят в свои дома, чтобы есть их труму. Ну, давайте скажем, что у нас это не было постоянной загадкой, может быть, многие знают, да, что Каэны, когда Каэна остановился нечистым, он не мог есть труму приношения от сыновей Израиля, которые отделяли от урожая, небольшую часть урожая отделяли в ритуальной чистоте. Сама по себе трума, приношения от злаковых, от фруктов, некоторые считают, мудрецы, что от тех фруктов, которыми славится земля Израиля отделяли, да. Вот, в принципе, от всех плодов урожая практически отделяли труму, небольшое количество, и приносили Каэнам в чистоте. Каэны ели труму, также в ритуальной чистоте, ели ее стоя, как едят жертвы, то есть идея была не в том, чтобы накормить Каэнов, а в том, чтобы исполнить вот такую обязанность принесения своеобразной, своеобразной жертвы, да. Если Каэн становился нечистым, он не мог есть труму, и для того, чтобы очиститься, не вдаваясь в подробности, Каэн погружался в микву, вот, и он мог сделать, погрузиться в микву, он мог еще днем, но ритуальная чистота к нему возвращалась только, когда заканчивался день, и вот в конце дня он мог прийти есть труму, поэтому нам Мишна таким образом и говорит, да, что когда они приходили есть труму, Каэны, то есть когда заканчивался день, да. Потом Гемары спросит, почему же было не сказать проще, да, вот, когда выходят звезды, это признак, когда кончается день, вот, ответ Гемары, что для того, чтобы научить нас еще нескольким законам, чтобы мы задумывались о законах и так далее, вот, но это, это в скобках, да. Теперь у нас есть, у нас есть Рабелезер, да, Рабелезер, который говорит, что есть ограничения более строгие, чем мудрецы ввели, до конца, до конца первой стражи, да, это выражение из Древнего мира, когда сменялись стражи, и спор мудрецов о том, сколько, сколько раз сменялись стражи обычно, скажем, в войсках, как это было принято, три раза или четыре раза за ночь сменялись стражи, да. Вот, Рабелезер выразился так, до конца первой стражи, то есть до конца первой-третьей ночи, да, его мнение не принято как голоха, но оно породило целый ряд, целый ряд рассуждений, да, и мудрецы спрашивают, что же это, что же это за стражи, и главное, как их определить ночью, да. Вот, и здесь, да, здесь у нас есть и соотношение Гемары, и я перевел для вас кусок из интересного комментария, одного из интересных комментариев, основных комментариев, комментария Марша к Гемаре. Вот, три стражи ночи, и признак их такой, говорит нам Гемара, да, объясняя Мишну. Первая стража, осел кричит, вторая стража, собаки лают, третья, ребенок сласет грудь, и хозяйка разговаривает с хозяином, да. Вот, что нам пишет Марша, да, он сразу отказывается видеть простой смысл, потому что, ну, если кто-то охранял, скажем, поселение ночью или был в армии, то он знает, что осел кричит когда угодно, и под утро может кричать, осел и собаки лают всю ночь, да. Вот, так что Марша сразу говорит, что это не реальная информация, а информация, информация духовная, да. Как бы, и вот как он объясняет, душа человека, есть в ней три силы – природная, живая и разумная. Да, то есть, да, те силы, которые дают физическому телу природное, там, движение, простые его ощущения, да, вот, живая. Тут, наверное, скорее нужно понимать его эмоции, реакции, да, ощущения несколько более высокие, чем простые ощущения, да. И разумная, понятно, способность мыслить, да, это три, как бы, составляющие души, да. Вот, а каббалисты называют их «нефиш», «рух» и «нышама». Да, как у меня появилось здесь слово «каббалисты» в переводе, не знаю, вот, но появилось, да. И вся деятельность человека тянется за одной из них. То есть, какая-то из этих сил души, да, вот, она является определяющей в тот или иной момент жизни человека. И каждый здесь сопоставлен определенный признак. И потому, какая из них становится основной в тот или иной период ночи, делится ночь, говорит нам и Арша. Да, да, в начале ночи человек нагружен тем, что он делал в течение дня, да. То есть, человек первую треть ночи, он переживает свои дела, да. Если ему в это работы и занятиями, если ему снится сон в эту часть ночи, да, то очень часто он видит то, что он делал на протяжении дня, да. То есть, действия или напрямую, или выраженные в какой-то форме во сне, он видит действия, которые он делал на протяжении дня, да. Большинство людей ложатся, их одолевают только материальные заботы, да, вот, добавляет нам Марша. А это время действия природной души, которая тянется за материи, да. Души, у которой определяет жизненные силы и простые такие эмоции человека. Поэтому далее признак осел, хамор, да. Хамор, да, хамор, как мы видим на иврите, это слово близкое к хомер, материя. Да, значит, мудрецы условно назвали первую стражу ночи, осел кричит, имея в виду, что первая стража ночи, это, скажем, она соответствует силам, простым таким материальным силам души. Дальше наступает та часть ночи, о которой говорится, в руку твою передам мой дух, да. То есть, когда дух, тогда дается право духу нечистоты действовать в мире. Сейчас мы попробуем представить себе, да, это Марша, а его перевод мы сейчас немножко пытаемся представить. Поэтому дается этому времени ночи признак, собаки лают. Как написано, а на снове Израиля пес не пошевелил языком, так говорится об исходе из Египта. Да, и третья часть ночи, человек закончил свой сон, и он лежит и спокоен. И душа чиста для Тора и молитвы, которые являются деятельностью души разумной. Поэтому дается признак, ребенок сосет грудь. Это образ Торы, да, то есть то, что он впитывает Тор. Значит, может быть, здесь получилось несколько не совсем понятный перевод или, скажем, да, комментарий. Мы попытаемся его разшифровать и пояснить. Дело в том, что, может быть, как мы с вами несколько раз говорили, у человека есть два источника питания. Это одно для тела, это пища, которую он ест. А второй источник питания – это для души, которая получает свои силы, можно сказать, от духовного мира, можно сказать, непосредственно от Всевышнего. И душа не может без сна. Если пища человека называется лехем, хлеб как бы, да, то пища души, которая – это холом, скажем, сон, может быть, обобщенно, состоит из тех же букв – лехем и холом. Так что у каждого своя пища, его душа поднимается ночью, отделяется несколько, скажем, отделяется от тела для того, чтобы напрямую черпать силы из духовного мира. Отделяется она постепенно, как нам пишет Марша, и с этим связаны вот эти три части ночи и сны человека. Первую часть она отделяется немного, и материя еще главенствует, вот, и поэтому сны, соответствующие вот этому этапу отделения души, они более материальны, как бы, да. Потом промежуточное состояние, когда не материя и не дух, как бы не материя и не дух, как бы середина на половину, средняя часть, да. Вот, и тут собаки лаются, они волнуются, потому что они чувствуют, по крайней мере, как образ, они чувствуют состояние души человека, и они волнуются, да, и эта часть вот названа моментом нечистоты, когда не то и не другое, как бы, да, пустое место, не материя и не духовность, переход такой, да, собаки лают. Вот, и третья часть, да, это, как бы, встреча души со Всевышним или с Высшим миром, если так можно сказать, и она, она получает, как молоко, она получает молоко матери, она получает жизненные силы, да, молоко матери отличается тем, что, как бы, ребенок, он, он еще привязан к матери, почти как пуповины, он привязан к матери, он сосет молоко, убирает непосредственно, как бы, берет то, что ему дает мать, как бы, из себя дает. Вот так же душа берет из духовного мира, берет от Всевышнего, и затем она, затем она спускается в этот мир Гемара, не затрагивает момент ее спуска, момент спуска души в этот мир Абудзовар, говорит о том, что подняться – это одна проблема, да, а вот есть еще и проблема спуститься. Спуститься, как бы, она спускается в, душа, она спускается в сосуды, да, а тело должно его принять, и здесь дело не в теле, как в физическом, а во всем, как бы, так сказать, облике человека, в его готовности принять высокую духовность. Если он готов, если его мысли чистые, если он размышлял в течение дня о высоких вещах, то душа приносит духовные силы без искажения в тело. Если же духовный мир человека в течение дня был искажен, то и сосуды искаженные, и душа приносят высокие силы, вниз, как бы, приносят человеку, но они искажаются. Это посылка Зоурова. Вот здесь мы с вами получили, как бы, я надеюсь, полную картину. Но, да, опять же, хочу сказать, что это замечание в скобках, да, замечание, которое возникло из-за того, что Рави Лиезер, мнение которого не стало галахой, он воспользовался понятием стражи, и воспользовался понятием стражи в Мишне. Агемара дала признаки этих страж, осел, собака, ребенок, и дала и ушла. А дальше, как бы, комментаторы, и комментаторы развертывают этот момент, и, в конце концов, мы даже с вами добрались до книги Зоурова. И, как бы, опять же, в скобках можно заметить, мы можем представить, насколько, скажем, устная Тора далека от прямой непосредственной записи. То есть она не является книгой, которую можно взять, прочитать и все понять в деталях. Можно многое понять, можно со многим соотнестись, как-то задуматься над какими-то вещами. Но для того, чтобы получить полную картину, надо проделать в новых кругах от Мишны, через Гемару, через комментаторов, и иногда даже прибегнуть к книге Зоурова. Медрашин помогает в этом плане. Здесь я хочу на секунду остановиться, прежде чем продолжить наше изыскание в плане Шма-Исраэль, и спросить у вас, что вам хочется спросить. Одну секунду, как мы это делаем сейчас? Одну секунду. Да-да-да. А, так вы не видели текста, который у меня был на экране? Я не включил демонстрацию? Нет. Нет, не было текста на экране. Не было текста на экране. Ну, к сожалению. Я не понял, что должен быть текст. Что? Я упустил этот момент, то есть, а дальше я включу демонстрацию. Пожалуйста, если что-то хочется спросить, пожалуйста, я к вашему слову. Вот такое есть различие. В чисто еврейском, так сказать, седури, чрезвычное Шма-Гошем, а в двухязычном Шма-Адонай, Шна-Юд. Какое все-таки точнее? Не совсем, не совсем понял. Мы знаем, мы знаем, что... В чисто еврейском седуре написано Шма-Гошем Адонай. Шма-Гошем. Так. Гошем Ахад. А в двоязычном написано Шма-Адонай Адонай Ахад. То, что я могу здесь... Точнее. То, что можно сказать. Мы с вами хорошо знаем и много раз разбирали и возвращались к этому. Не знаю, может быть, в рамках этих занятий или других. То, что... Возвращались к этому, что есть четырехбуквенное имя Всевышнего, непроизносимое. Мы подробно разбирали, и почему оно не произносится, и почему оно нам все-таки дано. Опять же, не хочется к этому возвращаться как-то. И вот есть четырехбуквенное имя, которое не произносят. Его заменяют в молитве. При изучении Тора его заменяют на Адонай. Одно из имен Всевышнего, которое упоминается в Торе. Запрета на произношение этого имени нету. Замена четырехбуквенного имени на Адонай, она, скажем, как сказать, условно и общепринятое, заменить одно имя Всевышнего на другое. Ашем, скажем, имя, в общем-то, необъяснимое, но не имеет никакой семантической нагрузки. Его обычно понимают или часто понимают как меру милости. Это не полное его понимание, но, скажем, часто его понимают как меру милости, четырехбуквенное имя. Но всякий раз, где оно встречается, и мы берем, встречаемся с этим именем, мы сталкиваемся с необходимостью его произнести в молитве или при чтении Торы, оно заменяется на Адонай. Адонай – имя, которое можно перевести, господин, господин, владыка, властитель. И четырехбуквенное имя заменяется на это имя. Имя Адонай мы произносим в молитве и при изучении Торы. При разговоре четырехбуквенное имя изучение Торы и благословения при разговоре четырехбуквенное имя мы заменяем условным словом Ашем. Ашем переводится как «это имя». То есть мы намекаем на имя четырехбуквенное, которое не произносится. И вот это то, что можно сказать. В еврейском написании различия. В еврейском написании, то есть двоюда. Двоюда. Что такое двоюда? Двоюда – вообще просто чисто условный знак. Можно было бы поставить две точки или одну точку поставить, или кружочек поставить. Это то же самое было бы, что и два юда. Это вообще двоюда – это ничто. Это не имя, не слово. Это просто условный знак, что здесь нужно читать Адонай. Почему это делается? Трудно сказать. Может быть, авторы, те, кто печатают, заботятся о том, чтобы книга там не была выброшена куда-то и так далее. Имя Всевышнего сотрется и так далее. Может быть, эта причина, мне трудно сказать, но это чисто условный знак. Окей. Можно второй вопрос еще? Пожалуйста, да. Печерний шма. Значит, опять-таки, в двуязычном предлагается вариант сперва мы просим прощения за все-все-все, и потом читаем шма. Это прощение относится к шма самой. То есть, наверное, его нужно прочесть, да? Прощение вы имеете в виду? Катюкерим, охэли, кольми и так далее, да. Это прощение, значит, это вы затрагиваете то, о чем мы еще не говорили, Когда посмой шма, когда посмой шма. Тут приносится только лишь вот это прощение и первая часть шма трехсоставной. Все-таки можно читать полную шму перед сном? Полный шма трехсоставной, как я читаю? Значит, для того, чтобы пояснить ваш вопрос, наверное, необходимо сказать, да, что существует заповедь обязательная, да, в общем-то, для всех. Неважно, можем потом разбираться и спор, она вытекает историей, она установлена мудрецами, практически совершенно неважно, да, существует заповедь чтения, чтения отрывка шма, да, в вечернее, вечернее время, да, и в утреннее время. Вечером, как мы с вами... Единая шма имеется в виду, да? В каком смысле единая шма? Трехная шма. Трехная шма. Три... Да, мы с вами только что посмотрели в рамбами и сказали, что человек, который читает один отрывок, он исполняет заповедь чтения шма, да, тем не менее, можно сказать, как обычай, устоявшийся, да, установлено три чтения трех отрывков. Первый, который говорит о единстве Всевышнего, второй об обязанности исполнять заповеди, и третий говорит об исходе из Египта. Вы смотрели в рамбами почему, да, и почему и как, Первый отрывок исполняет заповедь, второй отрывок, он, скажем, может быть, дополнительный, он лучше исполняет заповедь, допустим, так условно говоря. Третий отрывок для того, чтобы вспомнить о выходе из Египта. заповедь Шма исполняется чтением первого отрывка. Все остальное как бы дополнительно, но опять же практически принято читать все три отрывка, как бы здесь об этом как бы нет их споров и речи о том, нужно читать, не нужно читать, все читают. Теперь есть совсем другое дело, есть исполнение заповеди чтения Шма утром и вечером, то есть то, что нам сказали ложась и вставая, то есть вечером и утром, и мы с вами постараемся еще вернуться к этому, когда ложась и когда вставая, что значит ложась и что значит вставая, но это исполнение заповеди чтения Шма. И дальше существует скажем обычай на обычай не заповедь, а обычай перед сном, непосредственно перед сном читать Шма, так как это помогает, скажем, ну, как скажем, помогает душе, помогает снам человека, чтобы его не беспокоили ночью плохие сны. Так Гемарий говорит, и мы к этому вернемся обязательно, что Шма, когда человек уже ложится в постель, не когда он читает вечернюю молитву в синагоге или дома, когда он ложится в постель, он читает Шма, это для того, чтобы его не беспокоили плохие дурные сны. Раши говорит, что если, скажем, человек не прочитал Шма раньше, а он ложится и читает Шма, когда он прямо непосредственно, скажем, ложится в постель, то он тоже исполнил заповедь чтения вечернего Шма, но если он прочитал, скажем, если он прочитал вечернюю молитву, то Шма как бы на ночь, так скажем, Шма в постели не является моментом обязательным. Опять же, принято, все читают, но с точки зрения Галахи не является моментом обязательным, не является исполнением заповеди, если уже в вечернее время человек раньше прочитал Шма. Это более-менее понятно? Спасибо большое. Теперь, пожалуйста, если что-то хочется еще спросить, то пожалуйста, если нет, то мы двинемся с вами дальше в наших изысканиях по поводу чтения Шма. Окей. Хорошо. Давайте тогда дальше. Я нажимаю тогда демонстрацию, исправляю свою ошибку, и мы с вами попробуем посмотреть текст, хотя у меня что-то выскакивает, и пытаюсь закрыть. сейчас, секунду, секунду, демонстрация, да, и вот, наверное, я могу вот так вот поднять текст, окей, да. так, да, теперь, для того, чтобы продолжить наш разговор, так сказать, галахический, возьмем с вами третью мишну, и она нам скажет, почему почему или читают Шма вечером и утром, или, точнее говоря, как как вытекает из текста самого Шма, что его следует читать утром и вечером. Вот, я вижу чат, да, вот у нас в чате. Знаете, у нас совершенно белый экран, на нем нет текста. Ага, Да, я вот, собственно, это хотела сказать. Да, я тоже вот пока собиралась, пока проверялась, только же люди... Да, все, отлично. Жалко, что мы, как бы, да, я вот специально переводил писал, но ладно, надеюсь, как бы устно тоже было не так страшно. Хорошо, значит, дальше у нас, да, мы берем третью мишну из трактата Брахот, да, вот, и здесь у нас есть спор между школой Шамаи и школой Шамаи и школой Елеля. Два слова о них. Прежде всего, да, разногласия разногласия мудрецами, по крайней мере, то, какие, то, те, о которых мы, разногласия между мудрецами возникают где-то в районе шестьдесятого года до этой эры. Это тот период, когда Иудея утрачивает свою независимость и оказывается под Римской империей. В шестьдесят третьем году до этой эры Помпей захватывает Иерушалаем, захватывает храм, и с этого времени римская власть становится давлеющей в Иудее. В это время возникает спор между мудрецами. Многие говорят, что школа Шамая, она более строгая, более петантичная, школа Елеля больше считается с людьми, она более мягкая. Это не совсем так или совсем не так. Основное различие между школами Шамая и школой Елеля это выбор пути в новых сложившихся обстоятельствах. Школа Шамая она предпочитает быть скажем непримиримой, не считаться с новой властью, противостоять новой власти. Школа Елеля она предпочитает склонить голову и пережить тяжелое время. Это основное различие между ними. Может быть мы с этим еще столкнемся. И в каждом месте проявляется их особенность. Особенность она находит отражение в галактических моментах, во всех галактических моментах находит отражение вот это разногласие. Здесь мы скажем не будем заостряться на этом, но просто мы понимаем теперь что такое школа Шамая и что такое школа Елеля и понимаем время, что мы находимся, что расхождение между мудрецами начинается в районе где-то 60-го года до этой эры. Школа Шамая говорит, вечером все должны читать преклонясь, а утром стоя. Тут не совсем как бы правильный перевод. Я воспользовался переводом надежды, что он такой профессиональный, не совсем как бы. Все должны читать как бы давайте по смыслу читать ну может быть действительно перевод преклонясь. Смысл такой, что человек должен начать читать стоя, а потом сесть, а утром должен человек читать начать сидя, а потом встать, ибо сказано и ложась и вставая. Шамай понимает это как обязанность совершить буквальные действия. А школа Гелеля говорит, каждый читает по своему обыкновению, ибо сказано, и когда ты идешь по дороге, ложась и вставая, и когда идешь по дороге. И вот слова когда ты идешь по дороге, они нам указывают, что человек как бы не обязан совершать какие-то специальные действия. Тогда вопрос, если так, то для чего сказано и ложась и вставая? Это вопрос, который могла бы задать школа Гелеля или школа Шамая. Для чего сказано ложась и вставая? Это указывает на время, когда люди ложатся и когда люди встают. То есть ложась и вставая это не действие, а время. и дальше рассказывается случай с Раби Тарфоном, который хотел поступить по школе Шамая и подвергся опасности. Мудрецы ему сказали, что ты сам виноват. Дело в том, что после разрушения храма, когда мудрецы собрались в городе Явны и была очень тяжелая обстановка, то после разрушения храма была принята школа Гелеля, а по школе Шамая запретили действовать совершенно. Понятно, что после разрушения храма школа Шамая, которая призывала к неприятию чужой власти, она была отодвинута на второй план. Итак, то, что важно для нас, то, что скажем, нам скажет Гемара, объяснит Гемара, что школа Шамая, она также признает, что когда ты ложишься и когда ты встаешь, это указывает на время, когда человек ложится и когда человек встает на время, когда люди идут спать и когда люди просыпаются, но плюс к этому он хочет еще видеть в этом действие. Галахая это не признала, нет обязанности вставать или садиться, когда человек считает Шма утром или вечером. Шма читают, как правило, сидя, но если человек читает Шма стой, он тоже исполняет свою обязанность и это относится и к утру и к вечеру. То есть постановление Шма не было признано. Может быть, в дальнейшем мы скажем с вами, посмотрим, какова идея Шма, почему он решил вот так нагрузить каким-то еще смыслом чтение Шма. встать или сесть обязательно, утром встать, вечером сесть. Посмотрим, какой здесь в этом смысл, но пока оставим это в стороне и то, что нам важнее всего, мы видим, что мудрецы и даже школа Шама и школа Елера, они понимают, что ложась и вставая это время, когда люди встают, когда люди ложатся. Это понимание. Поэтому мы представляем себе, что человек, когда он ложится спод днем, он не должен читать Шма. Это не вытекает из Тора никоим образом. Тора говорит о времени и обо времени ни одного человека. Когда если человек, допустим, привык ложиться представить себе в 6 часов вечера и в 4 часа утра вставать, допустим, то он не исполнит обязанность чтения Шма, если он в 6 часов вечера, когда еще светло, допустим, прочитает Шма, он не исполнит обязанность, потому что речь идет не об одном человеке, а речь идет о всех людях, о том времени, когда в среднем люди ложатся, и когда в среднем люди встают. Вот с этим и связана была первая Мишна, и мы видим, что у нас как бы все здесь перепутано в Гемаре, не разбирается по порядку, с этим была связана первая Мишна, когда нам сказали, с какого времени читают Шма вечером, с того времени, когда Кагены приходят есть труму, а мы знаем через Гемару, что это в то время, когда кончается день, а когда кончается день, выходят звезды, все это можно перевести как бы или сократить до слов «когда люди ложатся», время, когда люди в среднем ложатся, это когда становится темно, когда становится темно, и можно представить себе, что в общем-то и все темное время, это когда люди ложатся спать, могут лечь спать, как бы это нормально, если человек и под утро там ляжет спать, какая-то часть людей, темное время предназначено для сна, поэтому все темное время, оно для чтения шма, но мудрецы ограничили, как и говорили, сказал нам первая ограничили до полуночи, чтобы человек не пропустил это время, не пропустил это время чтения шма, это то, что у нас получилось, когда ложатся и вставая, это когда люди ложатся и встают, большинство людей, темное время, предназначенное для сна, вот так, что с выхода звезд до первого луча можно исполнить чтение шма, мудрецы ограничили до полуночи, но опять же, как ограничили, что если человек не успел, он может сказать и до утра, вот это у нас полная картина, как бы представляется, вот когда мы идем по закону, пытаемся понять, как он вытекает историю и пробираемся по гемаре, в который все не одно за другим, да, вот, это то, что у нас, то, что у нас получается с вами теперь, да, если мы сделаем следующий шаг, да, и попытаемся представить себе, да, вот мы с вечерним шма разобрались, да, а вот давайте мы себе представим, что у нас делается, да, секунду, сейчас, о, вот у нас вторая мишна, и она у нас продолжает, продолжает наше рассуждение, да, вот, с какого времени читают шма утром, в скомках я хочу еще сказать вам, да, что пока мы находимся в области такой формального рассмотрения, относительно формального рассмотрения, мы еще не сказали, почему, по смыслу нужно сказать утром и вечером, а может быть днем, да, вот, а может быть, вот как мудрецы сказали, идя по дороге, да, не бить, они оставили это в стране, идя по дороге, они не сказали, что целый день нужно, как только вспомнил, нужно сказать шма, или когда тебе нечего делать, нужно говорить, они не сказали таким образом, есть какой-то вот момент особый, да, еще смысловой, который приведет нас к тому, что шма читают утром и вечером, кроме того, что это вот указано в Торе, вот так вот нужно, да, вот, потому что мы видим, что не все, что указано в Торе, вот так вот нужно, вот тогда по дороге тоже надо было бы, да, вот есть какая-то, какая-то, скажем, хитрость, тайна в том, что именно утром и вечером мы тоже попытаемся ее раскрыть через гемару, вот, но пока, пока, значит, мы с вами во второй мишне, которая нам говорит, с какого времени читаешь ма утром, что вы говорите? На экране третья мишна осталась, не изменилась. Не осталась, мишна вторая у меня, у вас не изменилась сейчас, ну, давайте сделаем, давайте сделаем заново, да, вот, сейчас я остановлю share, странно, почему так, что-то я сделал, видимо, в начале, да, что, нет, послушай, да, у меня просто сегодня что-то, я в принципе понимаю, то, что ты говоришь, я обычно так и делаю, что-то сегодня сбилось, вот, да, я не совсем понимаю, хорошо, да, сейчас мы видим вторую мишну, сейчас видим вторую мишну, да, да, видим, видим, вот, хорошо, да, вот, с какого времени, с какого времени читают шма утром, да, со времени, когда можно разлететь между синим и белым, так говорит Рабелезер, да, вот, и говорит со времени, когда можно разлететь между, между, окей, это нам достаточно, когда можно разлететь между синим и белым, да, вот, и длиться, да, длиться это до восхода солнца, Раби Ашуа говорит до трех часов, ведь таков царский обычай, вставать в третьем часу, часу читающий, после того не теряет, как человек читающий тор, попробуем разобраться со всем этим, да, вот, с какого времени читают шма утром, мы понимаем, что с начала дня, а каково, что значит начало дня, да, если мы на конец дня определили по выходу звезд, то здесь мы, здесь мы определяем по тому, по способности человека увидеть, ну, может быть, можно сказать первым светом, первым светом, который дает человеку возможность увидеть и различить между одним и другим, да, и здесь выбирается синий и синий и белый цвет, да, вот, впоследствии Талмуд уточнил, что речь идет не о цицид, как многие думают, да, что на цициде есть белый свет, белые нити, есть синий цвет, да, там он говорит, что, в принципе, цицид, вот так вот, белый и синий, можно различить и ночью, когда есть минимальный свет, там, от звезд, скажем, можно различить белый и синий звезд, которые в цициде, речь идет о белом, и синим, которые в окрашенной шерсти, скажем, плохо окрашенной шерсти, у которой остались белые пятна, если взять кусок шерсти и посмотреть, то нужно различить синий и белый, и это признак того времени, когда можно читать, можно читать шма, да, можно, да, и вот у нас, скажем, три момента есть, которые плохо, скажем, плохо различают ноги, есть три момента, можно, да, можно, нужно, да, и оптимальный, оптимальный вариант, вот эти все моменты мы попробуем выяснить, и думаю, что увидим здесь некоторые интересные вещи, да, значит, можно с того момента, когда появляется первый свет, позволяющий различить какие-то минимальные, да, между синим и белым оттенком, которые в одном, в одном куске шерсти, да, вот, а, и до восхода солнца, да, вот, потому что вроде бы, то есть мы понимаем, что есть первый свет, пока диск солнца не появился еще над горизонтом, есть первый свет, а потом диск солнца появляется над горизонтом, и это названо восходом, да, и вроде бы вот это время чтения шма от первого света до восхода солнца, это время утра, это время утра, время, когда люди встают, рабе Яшуа делает нам такую скидку, да, как на еврите говорят, анаха, он говорит до трех часов после восхода, да, почему до трех часов после восхода, ну, все сыновья Израиля называются царскими детьми, а царские дети, они часто встают очень поздно, потому что они сидят ночью, вот, не всегда там на перах, иногда решают какие-то государственные дела, и поэтому утром они очень часто встают поздно, и поэтому рабе Яшуа говорит до трех часов после восхода можно прочесть шма. Если, скажем, в скомках можно сказать, что часы, которыми мы пользуемся, они являются не астрономическими, а галактическими, не астрономическими, а галактическими часами. Галактические часы в том плане, что темное время делится на 12 часов, и это получаются часы, часы ночные как бы, и светлое время делится на 12 часов, это получаются часы дневные. Конечно, никто так не пользуется для каких-то рабочих дел, для назначения встреч, безусловно, это галактические часы, и когда здесь говорится до трех часов, имеется в виду первая четверть светлого времени. Она будет по своей длине, понятно, она будет разная летом и зимой, она будет состоять из, так сказать, разных отрезков времени. То есть нам дают первую четверть светлого времени, считая после восхода солнца, для того, чтобы прочесть шма. И вот у нас есть время, когда можно начать, время, до которого можно читать, а какое же время является предпочтительным. Если представить себя, то мы можем это определить и с вами, и с гемары. Сейчас я попробую найти, что... Сейчас я сделаю, да? О'кей. Опять остановить, опять демонстрация, и выбрать тот файл. Не знаю, почему у меня так сегодня получилось. Вот выбираем этот файл. Здесь я не успел перевести. Вот мы с вами, значит, попадаем... Для того, чтобы определить оптимальное время, мы с вами попадаем в Талмунд, в наш трактат Брахот, на девятый лист, на второй странице. И здесь говорится так, да? Чтение шма, это как... Есть такое выражение ватикин. Ватикин – это, скажем, старые люди, или, точнее говоря, старожилы. Вот установилось такое выражение читать, как ватикин, как старожилы Ярушалаема в свое время. Это самое предпочтительное время. Как сказал рабе Ханан, старожилы читали, заканчивали шма с Неза Хама. То есть, когда Солнце, диск Солнца, появляется над горизонтом. Это называется Неза Хама, буквально как бы бутон Солнца. То есть, это, как делали старожилы, которые хотели исполнить заповедь наилучшим образом. Наилучшим образом. Теперь, для того, чтобы представить, почему это так, и представить, почему шма читают утром и вечером, давайте, опять же, вернемся к Талмуду, и уже на лист несколько более ранний. Видите, я пытаюсь восстановить смысл, и для этого перескакиваю с более позднего листа на более ранний лист Талмуда. Потому что все перемешано. Вот иногда говорят, что Талмуд Бавли, Бавли, намекают на слово Белбуль, все перемешанное, смесь. Вот так в Талмуде. Но это неважно. Опять же, замечание в скобках. Да, мы с вами читаем на седьмом листе от имени Раби Мейера так учили. Когда солнце начинает светить, и все цари Востока, и все цари Запада кладут свои короны или надевают свои короны на их головы и кланяются солнцу, тут же гневается Всевышний. Что мы понимаем из этой посылки Раби Мейера? Во-первых, надо сказать, что Раби Мейер принял ги-юр. Вот он был из знатных слоев Рима. Он очень хорошо знал, что происходит в нееврейском мире. Может быть, поэтому связано с этим его замечание здесь. Но то, что нам важно, мы представляем себе, и об этом Талмуд говорит мне много раз, что, скажем, солнце представляется той силой, которая как бы диктует все в природе. Чаще всего поклонялись солнцу, и восход солнца воспринимался как проявление силы природы, наиболее мощной силы природы. Если мы вспомним с вами Древний Египет, то мы вспомним там такое божество, такое божество, как Ра. Ра – это солнце. Может быть, на иврите звучит зло, египтяне не имели это в виду, Ра у них называлось солнце. Солнце – это божество, которое устанавливает порядок, а порядок был высшей ценностью как бы в Египте, высшим смыслом существования. И по порядку все совершалось в Египте, нарушением порядка считалось преступлением. У египтян пирамиды были не только построены там в долине Гиза, они были построены во всем обществе. Вот был фараон, были, скажем, его советники, дальше колдуны и гадатели, дальше там военачальники, воины и так далее. Допустим, сам внизу были рабы. И вот эту пирамиду ни в коем случае нельзя было нарушать, это считалось преступлением против божества Ра, против божества Солнца, которое устанавливало порядок, порядок во всем мире. высшее божество, высшее не божество порядка. И не случайно, конечно, можем представить себе, что Солнце в древнем мире было, скажем, таким олицетворением всех материальных сил и порядка, устанавливаемого в материальном мире, и ему поклонялись. то есть и в теперь если мы возьмем с вами книгу Ихискеля и соотношение с тем, как Талмун соотносится книга Ихискеля, возьмем восьмую главу книги Ихискеля, то здесь будет сказано так, Ихискель в видении видит, Всевышний приводит во дворец храма, вот и вот между залом храма, то есть входом в зал храма и между жертвенником стоят 25 человек и они повернулись задом к храму, да, к храму Всевышнего, а лица их на восток, и они кланяются на восток, кланяются солнцу, да, это картина пророческая, которая показана Ихискелю, она говорит о том, что даже в Ярушалайме, даже в храме люди поражены идолупоклонством, они верят в они верят в силы природы, да, и вот такой пророческий образ, что они кланяются на восток. Храм, как мы представляем себе, он ориентирован как бы на запад, в западной части находится святая святых, и во дворы храма входят с востока, как правило, да, вот, с востока и движутся на запад и распростреляются по направлению святая святых в западном направлении как бы против, если так можно сказать, против движения против движения солнца. То есть это момент совершенно принципиальный, да, для для древнего мира, это как бы, если так можно сказать, не солнце, отрицание солнца. Мы помним, что еще Абрам шел этим путем, что, как бы, да, что наблюдая за природой, он увидел, как восходит солнце, потом он подумал, что оно главная сила в этом мире, потом он увидел луну, подумал, что она главная сила в этом мире и так далее, он отбросил все силы, поклонники не отбросили, они, видите, они остановились на солнце, и поэтому мы понимаем, что смысл чтения шма утром, да, что когда ты, когда ты встаешь, это только ориентир, да, и чтение шма приурочено к тому времени, когда день набирает свои силы, потом уже нету смысла читать шма как заповедь, можно, но это уже не заповедь, да, когда солнце набирает свои силы, тогда читают шма, а наиболее предпочтительный момент на утром, это когда солнце только появляется над горизонтом, молитва называется, это, скажем, молитва, когда удается прочитать шма в тот момент приурочище, чтение шма к тому моменту, когда появляется солнце над горизонтом, называется Ватикин, молитва сторожил Иерушалаема, наиболее предпочтительное, утверждение единства всевышнего, утверждение единства всевышнего, утверждение того, что он царь, властвует над всем миром, и а не солнце, что всевышний властвует, как бы, если так можно сказать, и днем, и ночью, он властвует всегда, а не солнце устанавливает порядок, в этом смысл шма против идолопоклонства. Вот мы, скажем, проделали с вами совершенно нетривиальную работу, надеюсь, что очень интересную, представили себе, представили себе, как в Торе говорится, когда нужно читать шма, как мудрецы, ложась и вставая, как мудрецы, скажем, определили и, можно сказать, прочитали, да, прочитали, что ложась и вставая, это не когда человек ложится, а когда время, когда люди ложатся, да, и люди встают, вот, и потом определили, когда же люди ложатся и когда люди встают, ложатся, получилось все темное время, встают, встают со светлым временем, вот, ну, дали такую натяжку до трех часов после восхода солнца, да, а потом мы с вами зацепили вот этот момент, смысл шма, что это против, против, восприятия человеком этого мира как мира управляемого силами, силами природы, какой-то силой природы, да, и тут мы можем представить себе с вами, а вот можно сказать, допустим, что солнце, оно тоже единая сила, которая управляет, можно сказать, и днем, и ночью, да, тем более, что люди, наверное, не, наверное, а точно представляли, что в часто представляли, что звезды отражают свет солнца, вот солнце управляет и днем, и ночью, оно тоже едино, да, понятно, что мы хотим сказать, да, что единство Всевышнего, оно не только в том, что есть один, тот, кто управляет всем миром, он выше любой природной силы, и он отделен от этого мира, его единство не может быть соотнесено ни с одной природной силой, ни с одним тем единством, которое мы знаем в мире, все это как бы скажем, тот смысл, которым нагружена шма, да, вот сейчас я хочу остановиться, и первый мой вопрос, скажите мне, мы с вами что-нибудь поняли, вот, скажем, и так, хорошо, ладно. Я поняла огромную вещь для себя, когда ты читаешь шма, это лишний повод восхититься, каким красивым сделал Бог подъем и укладывание человека, он даже ознаменовал это неким событием, чтобы человек гордился собой, можно даже вот такой вот смысл вот так вот немножечко притянуть, просто настолько совершенное все создано, что даже красотой вот порадует человека, когда он меняет свое состояние, переходит из одного в другое, мне кажется, красиво. Очень, очень здорово, замечательно, но я думаю, что это уже развертка мысли, да, я вот как раз, да, я просто хотел сказать, до чего я вот прекрасно, да, то есть понятно, что мысль, мысль, которой мы, я пытаюсь дать какую-то схему, основу, и, конечно, прекрасно то, что вы дальше развертываете, да, но вот хотелось бы зацепиться за основу и дальше от нее как-то развертываться, так же, как мы говорили о единстве Всевышнего, там он говорит, что вот он властвует на все стороны мира, да, а дальше единство можно представить и более глубоко, да, вот точно так же и здесь, да, обязаны считать. Ну, сразу бесконечность представить очень трудно психологически, вот даже ее как-то сориентировать в своем мозге, естественно, это трудно, это на уровне чувств остается еще. Окей, попробуй, хорошо, что вы говорите, можем с вами обсудить, как представить единство, да, вот, естественно, это очень индивидуально, но какие-то опять же. Да, потому что мы выросли все-таки, ну, вот в таком вот православном мире, все здесь же много очень этого всего. Оно здесь на каждом шагу по мелочи вот это встречается и все-таки людям надо очищаться вот именно перед сном вот от этого вот всего чего-то за день нахватался. Прямо совпадает все очень. Хорошо. Вот, так, что у нас здесь кроме замечаний того, что текст не видно, что у нас есть еще. Вот, очень рад реакции Елены, уважаемые, из Италии, да, что информация полезная. Почему рад? Не, не, тут дело не в каких-то комплиментах, там, это понятно, что нет, а просто мне нужно постоянно ориентироваться, что, где у нас, скажем, общая область пересечения интересов, чтобы я вас не завел туда, где вам уже неинтересно. Хорошо, но это давайте оставим и в стороне, а если есть какие-то конкретные вопросы, я готов пытаться ответить. Совсем конкретные, маленькие, если можно. Да, пожалуйста. Если мы только не говорили об этом, я, к сожалению, опаздываю тут. Насчет разницы обязанности в молитве мужчины и женщины, что обязаны делать женщины, что не обязаны. Мы не, мы не говорили об этом, да, мы не говорили об этом, и здесь что можно сказать? Если говорить формально, то считается, что женщина освобождена от всех заповедей, в которых есть, в которых упоминается какой-то аспект времени, в том числе и в чтении шма. Например, Рамбам считает, что женщина обязана молиться, потому что молитва, она может быть в любое время и никак, скажем, не связана, не привязана ко времени, если только не говорить о восемнадцати благословениях, о которых мы говорили, то в принципе молитва, сама по себе обязанность обратиться один раз ко Всевышнему в день, она не привязана к определенному времени, не к определенному дню, не определенной какой-то доли или времени дня, да, вот, вопрос об обязанностях женщины и мужчины, это вопрос очень сложный, особенно в современном обществе, которое, вот, добивается равноправия, иногда, может быть, справедливо, вот, и тут можно сказать, что женщина, в принципе, да, ну, может быть, мы представимся какие-то там редкие исключения, в принципе, женщина может исполнять все заповеди, да, даже если они не являются для нее обязательными, вот, и чтение шма, и вопрос в том, просто, серьезнейший вопрос, как бы, как это делается, с намерением подчеркнуть свою значимость, что совершенно нету в этом никакой необходимости, то, что понятно, что значимость женщины, уважение к ней, они предельные, как бы, да, вот, или, подчеркиваю, свою значимость нет никакой необходимости, если есть желание исполнять заповеди, если есть ощущение, что это дает что-то, да, это возвышает, то здесь женщина, в принципе, может исполнять повелевающие заповеди, вот, может быть, с каким-то, с какими-то исключениями, о которых надо подумать, я попробую там, скажем, это обдумать в дальнейшем, читать шма, молиться, безусловно, женщина, женщина может, хотя для нее это не является обязательным, но, опять же, можно очень-очень сильно продвинуться в духовном мире, если есть желание, если есть соотношение с этими заповедями, окей? Равзаев, да, пожалуйста, особенность чтения шма для бнаеновых, вот, вторая, третья часть выглядит такими сугубо еврейскими, если можно так сказать. В чем особенность? Смотрите, да, то, что мы, как бы, можем себе представить, то для бнаеновых возможно и исполнение очень многих заповедей, да, вот, опять же, здесь нужно подумать о каких-то вещах, там, скажем, как тфелин, которые крайне-крайне нежелательны для бнаеновых, вот, можно подумать, здесь нужно для бнаеновых, как я пытался много раз сказать, нужно искать свой путь духовного, духовного продвижения и ограничиться просто одним изучением семи заповедей и исполнением их совершенно невозможно. Дальше каждый выбирает свой путь духовного продвижения. Один из возможных путей, да, вот, это исполнение заповедей с пониманием того, что ты не обязан, и они для тебя имеют несколько другую окраску, чем для тех, кто это вот обязан, там, скажем, кто воспитывался в детстве с этим, то же самое и с тением, то же самое и с тением шма, да, вот, опять же, подчеркиваю, самый простой выход из положения шма Исраэль воспринимать как строчку истории, да, которая обращается ко всем, да, это Маше переизнес это перед ивейским народом, можно видеть это обращение ко всем, мы читаем шма Исраэль, мы читаем строчку истории, в которой говорится о единстве Всевышнего, да, если человек хочет в таком медитативном плане, медитативном плане продвигаться к пониманию Всевышнего, пусть он читает шма Исраэль очень хорошо, да, вот, я бы сказал, что более логично читать для наеновых первый отрывок, но сказать, что запрещено для них читать и второй, и третий, совершенно невозможно, вот, наиболее логично читать первый отрывок и стараться углубиться в понимание единства Всевышнего, да, как бы сосредоточиться на этом, вот, и это касается других заповедей, да, человек должен искать то, что его продвигают в духовном плане, вот, понимая, что он не обязан, но здесь есть вот какая-то такая, скажем, тайна, да, возможности, возможности возвыситься духовно, и в этом плане, как бы, учитывая, что у нас есть большая часть аудитории в Найноах, мы с вами, я и выбрал вот такой момент, скажем, да, изучения деталей заповедей через Талмуд, ну, через Талмуд, чтобы было интереснее, да, изучение деталей заповедей, чтобы каждый мог представить себе заповедь, да, а потом как бы решить и взять, решить и взять для себя, да, как он ее, как он ее исполняет, берет ли он ее для себя, и то, что касается Найноах, вот, и в каком плане он ее, в каком плане он ее исполняет, да, вот, мы с вами посмотрели все, все аспекты этой заповеди, да, когда, когда ее читать утром, почему ее читать утром, там, скажем, определенное время, посмотрели, вечером мы посмотрим, почему ее читают, вечером мы упомянули об отдельной, как бы, отдельном обычае читать, шма, когда ты ложишься для того, чтобы, скажем, мир мыслей, он был чистый, там, у души есть еще работа ночью, так что, вот, мир мыслей был чистым, помочь, как бы, душе читается, шма, вот, все это обсудили с вами, теперь, и вы, как, берете всю эту информацию, да, и вы отталкиваетесь от нее, у вас есть, как бы, рамка, база, вы отталкиваетесь от нее, и вы строите свои, вы строите свои обычаи, то, что вам, то, что вам для вас приемлемо, да, вот, мы понимаем с вами, что в шма есть и заявление о том, что Всевышний царь мира, и то, что это направлено против, как бы, противостояния такому вечному ощущению человека, что силы природы, они являются давлеющими, определяющими, вот, шма и сре направлено против этого, вот, у вас база, дальше, стройте свои, стройте свои обычаи, да, вот, я, я, как бы, так представляю наши, как бы, с вами беседы. есть что-то, есть что-то, что еще хочется спросить? Ладно, хорошо, значит, если, если, если нет вопросов, мы тогда с вами будем, как бы, подойдем к закрытию, вот, здесь есть вопрос, я вижу, очень бы хотелось иметь более правильный перевод, шма, просьба сделать, блин, я думаю, я попытаюсь, да, вот, попытаюсь, не знаю, более, более правильно, или нет, но, как бы, более нагруженный смыслом и приближенный к смыслу Тора, я попробую, смыслу иврита, я попробую, да, вот, к ивритскому тексту, я попробую. Окей, значит, спасибо, да, именно, именно смыслом нагруженный. Ну, да, ближе, ближе к ивриту, да, я постараюсь. Ближе к тому, да, спасибо. Хорошо. Окей, хорошо. Ладно, значит, я планирую, может быть, где-то сделать такое окно и постараться посмотреть, как Талмуд смотрит на Хануку, и здесь тоже мы сможем, я надеюсь, найти, скажем, и важнейшие моменты и для еврейской истории и соотношение с этим праздником для Бнейнох. Надеюсь, что мы сможем эти аспекты все с вами обсудить. Хорошо. Ладно, жду от вас вопросов, я постараюсь, мы продолжаем ту же систему, мы постараемся ставить вопросы на сайте, я постараюсь это сделать, и жду от вас вопросов запланированных, не запланированных, все равно по теме или не по теме, пожалуйста, любые ваши вопросы, они мне позволяют сориентироваться, и я надеюсь, что нас продвигают в плане нашего общения. Хорошо, я тогда пока со всеми прощаюсь, благодарен за внимание, прошу обдумывать информацию и задавать вопросы. Хорошо, всего самого-самого доброго. Окей, я хотел, если можно, несколько... Так, у Натана, Натана есть объявление, да-да-да-да. Во-первых, я не знаю, если кто-то не видел, с завтрашнего дня начинается курс лекций, который будет из 12 лекций по поводу храмовой горы, храма, истории, ситуации в настоящее время, я буду проводить... Кто-то что-то со мной говорит, это вопрос? Ну, неважно. Нет, у меня микрофон включен, простите, пожалуйста. Да-да-да, окей. Будет проводить мейер Антопольский, значит, вся информация на самом деле находится в Телеграме, я сделал много рассылок, но если кто-то не получил, пожалуйста, вот я в чате вклил свой мейл, напишите мне, я вам и пришлю. Еще один момент, пожалуйста, как-то народ стал очень слабо или практически вообще нет, писать вопросы, комментарии на специальном сайте, где выставляются записи, материалы. Пожалуйста, участвуйте, потому что, как бы, все назначение этого сайта, оно в том, что, как бы, народ там может писать комментарии, знакомиться с дополнительным материалом. Если это не происходит, ну, так на самом деле он тогда особенно как бы и не играет. Ну и дополнительно можно тоже в Ютубе на самом деле тоже писать вопросы, комментарии, для того, чтобы получить ответы и продвигать наши материалы. Ну, это то, что я хотел сказать. Окей. .